Перед началом учебного года мы проводим по поручению губернатора заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о готовности образовательных учреждений к учебному процессу. У нас всего 442 учебных заведения, из них 342 это школы и 352 это детские учреждения, детские сады. Есть 97 доп. образования помещений, где происходят... Поэтому вопрос очень серьезный, очень важный. Недавно у нас произошла нештатная ситуация, малокомплектная школа, у нас в Ладейке сгорело, было реагирование, удаленное расстояние, степень гнистовической степи, то бишь деревянная она была. Поэтому губернаторам принято решение еще раз внимательно посмотреть, что сделано, как подготовились и какие меры еще можно принять как до учебного процесса и в учебном процессе. Поэтому на обратной связи у нас будут специалисты департамента образования, департамента здравоохранения, комитета социальной защиты области. Также будут районы на обратной связи, также на обратной связи будет потребнодзор, потому что не только... Сейчас нужно понимать защищенность школ от антитеррористической нагрузки, которая может быть. Все школы и все, значит, сооружения, где находятся дети, они прошли и имеют паспорта безопасности. Значит, все эти учреждения должны иметь тревожную кнопку, вывод на пост-01, значит, сигнал, чтобы проходил. Мы должны посмотреть взаимодействие работы ЕДДС, когда поступают сигналы. Поэтому вопрос очень важный, значит, мы внимательно посмотрим, подготовим проект решения и где-то через три месяца еще раз вернемся к этому вопросу уже в процессе обучения. Второй вопрос, это у нас подготовка к осенне-зимнему периоду, значит, как у нас будут готовы котельные, как у нас будут готовы, значит, системы, подающие теплоносители, как у нас готовы, как готов у нас злой фонд для приема теплоносителя, потому что сегодня погода еще радостная, но уже прогноз Гидромета говорит о том, что потихоньку мы скатываемся в осени, мы все помним, что где-то в середине сентября плюс-минус от температурного режима в среднем, значит, за сутки и за семь дней мы должны уже готовиться к отопительному сезону. Субтитры создавал DimaTorzok